Всем привет. Помаши, привет. Привет, помаши. Всем привет. Я села пить кофе Фаина печенюшки с молочком, да? Сейчас кофе попью, буду варить супчик. У меня косточка там есть, такая мясная, хорошая. Наварю супа. Как-то эта сухомятка уже отдалела, да? Фаина любит суп. Фаина, не надо мне мешать ничего, ты разливаешь же. Я вчера неправильную информацию сказала. К нам приезжал Стас Михайлов, ну это завод, Алмаз называется. Вот у него был юбилей, и он приглашал Стаса Михайлова. Жига. И могли бы туда прийти только работники и их родственники. Фаина, ты чё красилась? Или это кто? А тебе Пуся покорябал. Ну вот работники и родственники, а другие люди туда не могли попасть. Но мне Катя сказала, ей видимо кто-то сказал, но может кто-то наплёл, не знаю, что пять тысяч туда вход был обычному человеку, но я как бы смотрела в интернете, ну я так поняла по комментариям, что люди были возмущены, что не в день города это сделали, что не всеобщий концерт. Но ничего абсолютно не было написано про то, что можно было прийти любому человеку, если купить билет. Музыку включила, поставила мясо варить и пошла посуду мыть. Тут вспомнила одну песню, в общем, у Коли играла. И у меня в голове играет эта мелодия, слова не помню, но только знаю, кто исполняет. Нашла её, включаю. Она пропела, Фаина у меня опять её просит. Я опять включила. Опять пропела, она её опять просит. Короче, я её поставила на репитии, она слушала и танцевала всю дорогу, пока я там картошку чистила, резала и всё остальное. Кайфовая прям музыка такая. Но я сама слушаю этого исполнителя. Ну, не все песни, конечно. Мне тоже понравилась прям она. Добавлю, если что, в описании. Сейчас пойдём, сейчас, Фаина. В магазин сейчас пойдём. Я вот постирала вчера штору. Сегодня погладила, повешала. Снизу кошки позацепляли, там уже ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь, не разгладишь, не выпрямишь. И здесь. Я Фаина усадила кушать перед магазином, иначе она будет истерики мне там закатывать, чтобы я ей открыла что-нибудь. Она спала почти три часа, за это время уже проголодалась, конечно. Я думаю, сделаю себе выходной каждую неделю. Это будет воскресенье. Я обычно не обращаю внимания ни на какие дни. Если есть работа, я её и делаю. Но, допустим, в воскресенье я не буду делать ничего, кроме готовки и помыть посуду. Вот такое вот что-нибудь. А на улице я ничего не буду делать. У нас началось бабье фаинь. Коляска гремит. Так, я вот монтирую. Шум от неё такой. Но я не могу его убрать никак. У нас началось бабье лето. 20 градусов на улице. Типа... Вообще, такая приятная погода. Ветерок только чувствуется. Я вот надела майку и кофту сверху. Тёплую. И мне жарковато даже. А фаине надела. И колготки поднись. И водолаз. Тут всё равно расхвозить может. Уже осень. И шапочку эту старую неделю. Она потоньше как будто. Смотрите, вот эти вот полосы. Это вот жильцы вот этого дома. Сами заделывали. Сами этой штукой, которая землю сверлит. Я не знаю, что это перфоратор, не перфоратор. И заливали. Зато у них тут двор красивый. Молодцы. Я хотела сходить в Магнит, но там нету в той стране аптеки. Мне нужно в аптеку. Поэтому я пойду в Мариера, которая на улице той же, где и Магнит. Фэнни не хочет в магазин заходить. Тут маленькая собачка бегает. Наверное, чья-то потеряшка надо выложить в группу. Групцовскую. Пойдем. Мы вышли из магазина. Я так долго там торчала, не могла выбрать, что я хочу. Я думала запеканку творожную сделать. Но передумала, когда не делала цену на творог. При том, что это в магазине поворот, блин, стоит очень поворотно. И я вместо этого придумала, что я буду делать завтра слойку типа ветчина с сыром. Только я взяла не ветчина, а там мясо какое-то. Ну, наподобие ветчины. Вот так. Да я, в принципе, не знаю, может он не всегда так стоил. У нас-то деревенский творог бывает. Но сейчас пока мама что-то не варит. Но зато я придумала кое-что повкуснее. Обзор покупок. Вот мясо по-домашнему. Завтра я буду делать слойки. Сахар. Тесто тоже по МЖЭловской. Не знаю, попробую. Но подруга писала, вроде ничего нормальное. Дрожжевое. А это бездрожжевое. 50 рублей стоит упаковка. Вот такая. 450 грамм. Так, две булочки я взяла. Лицо куриное. И молоко. Мыло. И файный сок. И апельсин у нас еще в холодильнике лежит. Красиво. Вот это я выходные себе устраиваю. Поехали. Мы сейчас поедем на конец города за автокреслом. Там недорого мне прям выпало. Пойдем, поедем, заберем. У меня оставались деньги, которые мне скидывали. И вот я хотела на эти деньги картошку купить. Ну, я думаю, нам картошки еще хватит надолго. Потом мы уж ее еще возьмем. Нет у нас автокресла. Уже давно. Раньше была автолюлька. Я ее продала на Авито. Фаина из нее выросла. Возьмем. Поэтому иногда родственники в деревню ездят. А нас они не могут взять. Потому что нет автокресла. Боятся все. А в основном же там штрафы лепят. Ну, поедем, заберем. Такое вот кресло. Ну, самое обычное автокресло. Оно стиранное, но на камере может и не сильно видно. Есть прям темные пятна. Я попробую его замочить в отбеливателе. Сняла ее все стирать. Вон там нижняя подкладка. Они, видимо, ее сами уже делали. Фаина играет. Уже чуть не упала, блин. Встала и на спинку облокотилась. Я уже ее в полете поймала.